Здравствуй, Василий Иванович! С днём рождения тебя! Вот не повезло ему, а! День рождения в разгар коронавируса. И все гости в масках, и торт задувать нельзя. И как это может быть? День рождения у скелета? Может быть, палеонтологи какими-то хитрыми методами установили, что вот ровно 13 сентября, примерно 41 тысячу лет назад, ещё плюс 40-50 лет жизни, наш мамонт родился. Да нет, всё гораздо прозаичнее. На самом деле, 13 сентября, день рождения мамонта, дата довольно условная, но связана с одним очень конкретным событием, о котором я сейчас расскажу. Нашего мамонта нашли в Пермском крае, в Верещагинском районе, там, где находится деревенька Шабуры Верещагинского района, там, где протекает река Сабанец. И вот было это давно, в самом начале 20 века, по весне, в 1927 году. То есть, 93 годика назад. Местные ребята играли на берегу реки. Судя по легендам, они там рыбачили, сидели на каких-то странных корнях, рыбу ловили, пробовали эти корни даже спилить, но у них, по счастью, ничего не получилось. Очень они были прочные. И вот торчали из берега. А весной, собственно, в мае река очень сильно развелась, подмыла берег и обнажила очень большой череп. И стало ясно, что никакие это вовсе не коряги, а самые настоящие бивни мамонта. Но есть еще одна версия, ну, собственно, не противоречащая. Первый, который поделилась с нашим краеведческим музеем школьница Рита Обухова, правнучка Ивана Федоровича Обухова. Она, Рита, занималась тем, что собирала воспоминания местных жителей, жителей Верещагинского района, собственно, о раскопках. И вот несколько этих воспоминаний я сейчас прочитаю. Киселева Тамара Григорьевна. Живет она в деревне Верхние Шабуры. И рассказывала она, Косте мамонта нашел дедушка Обухов Иван Федорович. Они хранились у него до отправки в город. Пепеляева Антонида Георгиевна. Живет она в деревне Нижняя Галина. И вот что она рассказала. Помню, когда я была маленькая, приезжали студенты и проводили раскопки. Дедушка показала место, где нашел кости мамонта. Тудин Садофий Филиппович, житель деревни Карагайцы, рассказывает. Иван Федорович ставил сеть на реке Сабанец для ловли рыбы. Она зацепилась за сучок дерева. Так он подумал. А когда стал ее распутывать, понял, что это кость. Предполагается, что кто бы не нашел кости мамонта, местный школьный учитель Мазурин Яков Иванович получил их себе в руки и понял, что это что-то необычное, что это вовсе не деревяшки. И тогда он принял решение дать сигнал в Пермь, чтобы сообщить ученым, чтобы кто-нибудь приехал и занялся. А то нехорошо как-то, когда кости пропадают. И вот как раз 15 мая 1927 года из Путинского сельсовета пришла в Пермь такая телеграмма, что найдены некоторые части скелета мамонта. Телеграмма эта попала краеведу-геологу Екатерине Васильевне Пермяковой. Екатерина Васильевна много времени работала в Пермском государственном университете. Ну, тогда он еще немножко по-другому назывался. И до этого она выезжала в экспедиции. Работала она на кафедре аж с 1918 года, то есть буквально после революции. Начала там работать. И на самом деле была она очень деятельной женщиной. Например, ей первой была вообще на кафедру анатомии доставлена первая партия микроскопов из Петрограда тогда еще. Получила она из Москвы библиотеку, например. И даже занималась обеспечением химической посудой. Ну, представляете, это на самом деле время-то после революционной, ничего не хватало. А вот она за химической посудой вообще-то добровольно ехала в Сибирь, чтобы ее доставить. И, да, некоторое время она работала в университете, некоторое время даже возглавляла кафедру, а потом она уволилась, поработала в госпитале перед войной, а потом стала работать еще и в Краеведческом музее. И вот как раз именно она приехала на раскопки нашего мамонта. Она смогла их организовать очень хорошо, и всего за одно лето, всего за один полевой сезон нашего мамонта выкопали. Интересно, что нашли его в практически вертикальной позе. Это означает, что, скорее всего, по весне наш мамонт хотел поесть мха, и он, видимо, в это болото провалился и утонул. Найден он был в практически вертикальной позе, это означает, что он до последнего пытался хоботом немножко вздохнуть. Но вот, к сожалению, ему не повезло, зато повезло Краеведческому музею. Скелет этот практически идеальной сохранности, большая часть костей даже мелкие, и все от одного большого красивого мамонта. И мамонт наш получил свое имя Василий Иванович, да, в честь Екатерины Васильевны Пермяковой. И вот как раз 13 сентября более 20 пудов костей, а для сравнения пуд это 16 кило, то есть больше 300 килограмм костей были доставлены в Пермь. Ну вот теперь вспомните, дело-то происходило в 20-х годах, то есть, вообще говоря, очень давно. В это время еще с машинами было туго, и везли нашего мамонта на телегах. Если вы представляете, телеги имеют щели. И вот есть такая легенда, что у нашего мамонта не хватает нескольких мелких костей, именно из-за того, что тряслась телега по дорогам, и вот как раз в мелкие щели могли провалиться всякие маленькие косточки, и где-то там по дороге остались. Это одна такая версия. Да, действительно, некоторых мелких костей у него не хватало по прибытию. А есть вторая версия. Среди народных поверьей есть такое поверье, будь то бы кости окаменевших животных, окаменелости всякие, обладают целебными свойствами. Что вот, дескать, если разотрешь косточку окаменелую, и дашь там скотиня, то скотина выздоровеет. На самом деле это никак особенно не подтверждается. Я вот здесь вот под видео в описании оставлю ссылочку на лекцию Алексея Водовозова, которая в том числе захватывает и вот этот феномен. На самом деле химические кости древних животных практически никак не отличаются от окружающей породы. Это просто кости. Но поскольку что-то необычное всегда привлекает внимание, некоторые кости, возможно, пали жертвой нетрадиционной медицины. В сентябре наш мамонт прибыл в Пермь. Именно с этого времени отчитывается его день рождения. Но тоже есть такой момент. Прибыл-то он прибыл, но прибыл в ящиках и немножко по кусочкам. И долгое время он стоял разобранным. И только начиная с 44-го года, когда отдел природы тогда еще Молотовского краеведческого музея открывался в новых залах, вот тогда было принято решение его смонтировать. В том числе работами по установке и монтажу скелета руководила тоже Екатерина Васильевна Пермякова, которая к тому времени возглавляла отдел природы Пермского краеведческого музея. А помогали ей участники детского геологического кружка, который при музее тогда действовал. И вот за несколько лет удалось смонтировать скелет мамонта, и он стал уже в полный рост. А вот сейчас загадка. Вот как выглядел мамонт раньше. Кстати, именно многие пермики впервые его увидели именно в таком виде. А вот как он выглядит сейчас. Попробуйте за несколько секунд найти, в чем разница. В чем самое главное отличие? Верно, бивни поменялись местами. Ну и кроме этого, немножко по-другому смонтирована спина. В 2007 году отправился наш Василий Иванович на реставрацию. И с 2011 года наш мамонт снова радует пермяков. Бывает даже очень смешно, когда кто-то вот приходит и так вот говорит, смотри, внучек, это мамонт. Ну да, он у нас любимец. В общем, дорогой Василий Иванович, Желаем тебе еще долгие годы стоять у нас в Пермском краеведческом музее, в музее пермских древностей. И радовать пермяков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok